Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали разговор о чести, достоинстве человеческом. И говорим мы об этом, конечно же, не просто так, не просто для того, чтобы заполнить какую-то эфирную паузу. Нет, это очень важные темы. Темы настолько важные, что ради этой чести, ради этого достоинства Господь приходит в мир. Праздник Рождества, к которому христиане сейчас идут через Рождественский пост, он в том числе про это. Если мы сузим этот праздник до уровня, не знаю, колядок, до уровня святок, до уровня разгавления, поедания мясных продуктов вместо постных, то праздник пройдет мимо нас. Важно на подступах к этому празднику, в течение поста, осмыслить важное. А что, собственно говоря, Христос, маленький, боговоплощенный Христос, должен принести всем нам. И поэтому честь и достоинство – это действительно очень важная тема. Они для Бога крайне важны. Хотя бы взять тот факт, что Бог приходит именно в образе человека. И Христос, будучи уже взрослым, когда ему будет 33 года, стоя на суде у Пилата, стоя на суде у книжников и фарисеев, он будет в том числе заявлять и о своей чести, и о своем достоинстве. И этому будет учить нас с вами. Не зря апостол Павел говорил «подражайте мне, как я Христу», тем самым ориентируя нас на то, что мы должны подражать Христу. Христос, стоя на суде, обладал и честью, и достоинством. Так вот, об этих вещах мы договорились общаться здесь с параклитом, с адвокатом, с утешителем-защитником некогда. Хотя я думаю, что этот статус может уйти в плане профессии, но не уходит из сознания человека, как человек себя самоощущает. Я думаю, что если человек понял свое призвание, то он этому призванию уверен уже до конца своих дней. С правоведом сегодня мы встречаемся с Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Юрий Евгеньевич, ну мы в прошлый раз очень широкими мазками, и было удивление на вашем лице, что передача подошла к концу. Мы обсудили вообще природу агрессии, природу человеческого сопротивления другому. Почему вообще, если меня так манит другой, если я без него не могу статься и сбыться, почему я так его все-таки иногда дистанциирую, отодвигаю рукой, вот, иногда расчеловечиваю, иногда лишаю статуса, внутреннего статуса человека в себе. И почему нарастает агрессия, об этом мы поговорили в прошлый раз. Понятно, что широкими мазками. Вообще, на эту тему книги пишут. И надеются, что мы за 30 минут в рамках диалога так легко расставим вешки и все людям объясним. Я для себя всегда вообще внутренне объясняю задачу свою здесь сидя, что моя задача как раз больше вопросов поставить, чем дать ответов. И вот мой вопрос сегодняшний, с которого бы мне хотелось начать. Что для Юрия Евгеньевича как правоведа, как в некотором прошлом адвоката, как для человека, который осмысляет, не просто занимается как кабинетно и академически правом, законами, юриспруденцией и так далее, а осмысляет именно как философ честь и достоинство. Вот когда, например, Юрий Евгеньевич заявляет о себе, что у меня есть честь, у меня есть достоинство, он заявляет это другому, например. Что он имеет в виду? Что вообще требуется иметь в виду? Вы, как человек, ну, затронутый судопроизводством, неоднократно к конкретному человеку обращались в вашу честь. Что вот это значит? Что, может быть, ускользает из вида обывателей, наших, может быть, телезрителей, которые никогда на эту тему не задумывались, когда они употребляют эти два слова? Что же такое достоинство? Что такое честь? Хороший вопрос, сразу на него не ответишь. Есть такая интересная особенность. Когда человек хотел бы защитить свое собственное достоинство, ему не нужны аргументы, и у него нету этих аргументов. Понимаете? Представьте себе, да, эта ситуация нелепая, что, ну, вас не устраивает то, как с вами общаются. Ну, где-нибудь там, я не знаю, в толпе, там, на ногу наступили, или оттолкнули, или еще что-нибудь, да? Вы выказали свое неприятие такого отношения, и человек всегда оказывается безоружным, если вдруг у него спрашивают, а что такое случилось-то? На ногу наступили, вон у нас сколько много, у кого есть тоже ноги, да, но молчат, вы-то что-то здесь? И мы всегда находимся в некотором затруднении, потому что мы поддаемся вот этой ловушке. Нас спрашивают о нас, а достоинство – это не наша принадлежность, вы понимаете? Я обладаю достоинством не потому, что я именно я, именно такой, родился в таком-то году, работаю там-то, там-то и прочее, да? Я человек, понимаете? То есть я человек, который принадлежу какой-то, ну, не сказать системе, да, слово слишком механическое такое, но я вписан в этот мир, поэтому попробуй-ка меня, столкни с моего места, которое я занимаю, у тебя этого не получится, потому что я все время окажусь на месте, которое я занимаю. Меня можно впихнуть с этого места, но получится, что я буду занимать другое место. Это неустранимо. Тот миропорядок, которому я принадлежу, не опровергается моим унижением, понимаете? Поэтому я, когда меня оскорбляют, вот поверьте мне, я совершенно спокоен. Меня очень трудно оскорбить. И, вы знаете, я вам скажу, меня трудно обидеть. Может быть, это в силу того, что я, ну, грубо говоря, по жизни не шибко агрессивный, хотя, может быть, я и не так. Но мне непонятно, как человек хочет меня обидеть в то время, как он не находится со мною в таких отношениях, которые бы для меня были очень значимы. Вы понимаете? Чтобы меня обидеть, надо находиться со мной в очень личных отношениях, а не в ролевых, понимаете? Поэтому, когда мне наступают на ногу, я не обижаюсь, и меня невозможно обидеть. Прохожий сказал какое-то неприличное слово, меня это тоже не оскорбляет, понимаете? Тут парадокс. Оскорбить могут только лишь очень близкие. Ну, на очень близких я не обижаюсь, потому что они очень близкие. Кстати говоря, вот интересно, мы в прошлой передаче упомянули Конрада Лоренса. Да. Вот он, как этолог, говорит, что вообще, по идее, если смотреть на природу агрессии, то есть еще раз мы скажем, что сказали в прошлый раз, что агрессия, она всегда внутри видовая. То есть есть агрессия между волками. Стая, лидер, там, и так далее. Есть агрессия внутри человеческого сообщества, и она всегда спонтанна. То есть она никогда не бывает реактивна. В смысле, что что-то кто-то сделал, злой поступок, а я на него каким-то образом среагировал. То-то оно, что оно очень часто бывает совершенно неконтролируемое. И люди, в общем-то, люди мира, люди, которые противостоят насилию, хотят обуздать зло в этом мире, они пытались найти разного рода инструменты. Рене-Жерар это назовет жертвоприношением, когда выделяется человек сакральный, это вдова-сирота, царь-жрец, для того, чтобы принести человека в жертву, там, и так далее. Люди занимаются этим поиском. Но интересно, что многие этологи потом уже вслед за Лоренцем говорят, что противоположным агрессии полисом будет дружба. Что именно потому, например, что есть некий третий внутри нашего социума, мы должны объединиться. И формируются племенные союзы, семейные союзы, мы становимся близкими. И вы просто упомянули, что максимально больно нам делают именно наши близкие, и мы это переживаем. Я бы вот еще какой вопрос хотел задать вдогонку, пока вы не продолжили размышлять. Это очень евангельская тема, то, о чем вы говорите. Христос говорит, пусть у вас не будет врагов. Это такой направленный вектор внутрь тебя. Да, для меня нету врагов. Да, для меня человек, наступивший мне на ногу, лично для меня, он меня не оскорбил. Я свободен от обиды на людей. Но ведь Юрий Евгеньевич некогда пошел защищать людей. И вот в этот момент, да, то есть когда рядом с Юрием Евгеньевичем происходит несправедливость в отношении людей, когда задевается честь и достоинство другого человека, как Юрий Евгеньевич для себя определяет, что именно он в этом защищает. Если я сейчас говорю не про суд и не про юриспруденцию, а вот в целом какое-то такое обостренное чувство справедливости. Я вас понял. Вы знаете, когда я, скажем, утверждаю, что меня трудно обидеть, это вовсе не означает, что нет людей, которым бы я не хотел врезать. Вы понимаете? Неплохо. Отлично. Передача просто обретает новые рамки. Другое дело, что я ничего этим не изменю. Вот в чем вопрос, понимаете? Когда мы говорим, а, это твой враг, мы слишком много на себя берем. Мы слишком хорошо о себе думаем. Мы думаем, что если это враг, то, следовательно, я способен этому врагу преподнести то, что он заслуживает. Потому что единственная форма отношения к врагу – это его уничтожение. Если не подменять слова, понимаете? Потому что враг – это тот, кто является альтернативой тебе самому, твоей жизни. Если этого нет, не надо сорить словами, не надо именовать «Ах, он меня ударил промокашкой, это мой враг». Нет. Это есть просто человек, с которым тебе неудобно. Он с тобой решил общаться в той форме, в которой ты чувствуешь себя не собою. И потому что ты пытаешься дистанцировать от самого себя тот образ, который тебе не нужен, чужой. Ты хочешь быть собою, да? Тогда ты начинаешь не принимать то отношение, которое, грубо говоря, именуемый враг тебе предлагает. Он тебе предлагает бокс, понимаете? Он тебе предлагает противоборство. Если не брать, скажем, некоторые виды такого агонального взаимодействия, когда, скажем, в спортивном состязании, в научном мире, там есть борьба школ и прочее, мы эти приличные формы общения здесь не обсуждаем. А мы обсуждаем житейские вещи, когда кто-то вдруг решил осложнить мне собою жизнь. Вот тут надо здорово чесать собственную репу, понимаете? Что ты можешь сделать с другим, если он принадлежит себе, а не тебе? Если у него своя голова на плечах, и ты можешь залезть к нему в голову, и оказывается, что мы не такие уж и сильные. Был бы это враг? Может быть, был бы и проще, понимаете? Но это не твой враг. Это человек, которого надо спасать от собственных убеждений, либо человек, с которым надо научиться общаться. А ты либо этого не умеешь, либо не хочешь, либо у тебя в голове у самого столько тараканов про другого, что ты думаешь, что вот это и есть мой враг, понимаете? И агрессия, ну, грубо говоря, от того, что нет, извините за банальность, но нет механизмов взаимопонимания. Что я могу сказать человеку, который слишком громко разговаривает по сотовому телефону, а я рядом нахожусь вместе с ним, ну, в каком-то замкнутом помещении? Строго говоря, это пережить можно, да? Но, например, в театре, ну, мне это, мне претит, да, такая форма. Зачем ты сюда пришел, если ты отдаешь указания, у тебя там акции горят? Ну, не ходи в театр. Или сейчас в «Газели», в троллейбусе, ну, очень многие говорят о своих проблемах. Я не хочу участвовать в этих разговорах, но меня принуждают. И во мне копится агрессия. Иными словами, копится понимание того, что я в этой жизни неумеха. Я не знаю, что мне делать. Я бы вот еще... Я не ответил на ваш вопрос. Нет, я хочу сказать, что я просто... Это даже не рассуждение. Это всего лишь, да, стон самарского жителя, понимаете? Я просто, понимаете, вот когда я хочу для себя и для наших телезрителей в том числе разъяснить, ну, как бы фундаментальные вещи. Когда при мне, там, не знаю, сейчас, кстати говоря, одним из... Ну, зона агрессии растет, и одним из агрессивных в том числе. Вот то, что по телефону громко разговаривают, это да. Но когда ты, например, заходишь в лифт с человеком, который надушился, вообще весь тюбик этого своего одеколона на себя вылил, это тоже типа агрессия. Но это не задевает моей чести. Да, это создает неудобство. Это неудобство, с которым я выбираю внутри себя мириться или не мириться, раздражаться или не раздражаться, впустить вот эту самую агрессию в свое сердце или нет. А все-таки про честь и достоинство мы просто сейчас наблюдаем печальную картину мира, где, как мне кажется, в какой-то момент внутри видово человечество пошло по пути, понятно, что впустило в себя нарастающую агрессию и разрешило себе топтать именно честь и достоинство людей, расчеловечивая их, давая им клички, врубая машину какую-то, машину репрессии, машину военных операций. Все это мы видим, оно существует уже не первый год, но как будто бы сейчас это более обостренно чувствуется, что тот человек, который вдруг говорит иначе, мыслит иначе, его стремятся каким-то образом к ногтю призвать, а как это сделать, не расчеловечив, как этого сделать, не лишив чести и достоинства. И вот тут у меня как раз и возникает вопрос. Я вспоминал при разговоре до эфира с вами Конфуция, который очень интересно определял, то есть он говорил, есть четыре компонента человеческого достоинства. Первое — это самосознание себя человеком, то есть когда я понимаю, что я ни кролик, ни козел, ни собака, или Гурджиев это еще иногда называл объективные идиоты. Я вот тоже вам высылал это замечательное наблюдение у Пятигорского. Объективный идиот — это не тот, кто мыслит объективно, а объективный идиот — это тот, кто мыслит себя как объект. Я лопата. Мной можно сгребать, пардон, экскременты коров, мной можно рыхлить землю, мной можно дать по башке кому-то другому. Я объективный идиот, я вообще не включаю сознание. Так вот, когда, из чего начинает формироваться достоинство по Конфуцию? Самосознание себя человеком, а не лопатой, не объектом. Когда я, у меня формируется самоуважение, вот мне бы хотелось в том числе, чтобы мы прояснили, что такое уважение к себе. У меня это самоуважение неукоснительно коррелируется и связано с самоограничением. Это вот как раз к вопросу о входе в лифт или там в маршрутку. Когда я себя ограничиваю, ограничиваю свою агрессию, сказать человеку, что ты так надушился или что ты так громко разговариваешь. Я себя ограничиваю для того, чтобы оградить свое какое-то, ну, быть человеком приличным, джентльменом. Вот. Кстати, у того же Честертона моя любимая фраза, что прежде чем назваться христианином, человек должен стать джентльменом, человеком приличным. И четвертое, он говорит, человек максимально обретается в достоинстве и в чести, когда он становится самодостаточным. Итак, самосознание, самоуважение, самоограничение и самодостаточность, как четыре компоненты человеческого достоинства. Вот если бы я попросил, ну, как вот правоведа, как адвоката в прошлом, как человека с обостренным чувством справедливости, человека, который защищал и защищает честь и достоинство человека, сказать во всех этих четырех компонентах, как происходит уничижение или унижение человека, как происходит разрушение самосознания, как происходит разрушение самоуважения, как происходит разрушение самоограничения и самодостаточности. Я хотел бы встать на защиту этих идиотов. Объективных. Объективных. Потому что ничто не начинается сразу и во всем объеме, понимаете? Уважение откуда-то прорастает. И оно прорастает прежде всего, если ты лопата, то тогда с тобою надо вести себя как с лопатой, а не как с граблями, на работу, которую ты, будучи лопатой, не способен. Пожалуйста, учитывайте это во мне. Это интересный подход. Да. У Таревердиева был такой советский композитор, была песня «Я другое дерево». А, да. Меня можно... Камброва, по-моему, перепел ее еще. но лучше смотреть, как он сам поет. Мне это очень нравится. Я другое дерево, понимаете? Есть дерево, которое хорошо горит, а есть дерево, которое хорошо плавает. Я не умею ни то, ни другое. Но я другое дерево, понимаете? У меня другая работа, у меня другое предназначение. Считаетесь с этим? И вот чем отличается мне кажется вот этой ситуацией в лифте, да, там не затрагивается ваше честь и достоинство. Вот если бы, вот если бы, скажем, вас принуждали, да, подобно тому, как иногда вводятся дресс-коды, а иногда, допустим, вас бы принуждали к тому, какими духами пользоваться, в каком порядке носить там верхнюю одежду, обувь или что-нибудь еще, то тут было бы первое уже подозрение что-то не то, понимаете, с вами не считаются. Вас безотносительно к тому, кто вы есть, впихивают в какую-то систему жестких отношений, да, безусловно, война это не то место, где ценится достоинство. Там каждый ценится в зависимости от того, соответствует ли он той обязанности и работе, на которую его послали. Поэтому солдатская доля это такая доля, да. Знаете, как сказал французский исследователь, вылетела из головы социолог, политолог. Тонби? Нет, это современник, это 90-е годы, 80-е, 90-е годы. Но, к сожалению, вот память такая. Умри и стань институтом, понимаете? Ох ты как! Умри, ты должен умереть, поэтому что такое героизм? А там, где нет человека, понимаете? Он умер как человек, поэтому он герой, потому что он сделал то, что от него требует та структура, в которую его вписали. Умри и стань институтом. И здесь как раз все четыре компонента. Унижают сфера человека, то есть нет самосознания, нет самоуважения, нет самоограничения, тебя ограничивают, именно внешняя среда, а не ты сам. Конечно. И самодостаточности, вот самостейности тоже нет. И собственно говоря, вот этот вот стиль поведения, да, я как-то давно-давно читал исследование о том, что поведение советского партийного такого руководителя и американского какого-нибудь там крупного бизнесмена-предпринимателя это поведение строится по одним и тем же законам. Умри и стань институтом. Этот проводит всю свою жизнь, да, в райкоме, на стройках, там, века и прочее, прочее, о себе не вспоминает, и мы в некрологах читаем о нем, одного он не умел отдыхать, и мы знаем, что вот он, настоящий, да, человек. Но то же самое мы читаем вдруг про какого-нибудь миллиардера, который всего себя отдал своей работе и и нам как-то тоскливо от этого героизма, понимаете? Я бы хотел что-то другое, что-то другое в этой жизни, да, я бы не хотел целиком принадлежать какой угодно системе. Откуда такое нежелание, да, откуда такое нежелание. А вот есть подозрение, что может быть все иначе, что может быть иное. Вот когда, да, чем скрадывается еще достоинство человека, когда вдруг, да, закрываются двери, ты нашел свою комнату в этой жизни, вот теперь ты будешь в ней сидеть. Слушайте, вы понимаете, это, конечно, хорошо, да, прийти на завод и уйти с одной записью в трудовой книжке, но что-то здесь неправильно, потому что мы должны, мы должны допускать, что человек может услышать внутри себя очень интересные слова. А это никак не связано с достоинством, ну, опять же, с достоинством, в смысле, призванием. Человек понял свое призвание? Никто же вам расписки-то не дает. Человек все время, да, и в этом его, ну, как бы сказать, да, это его крест, прошу прощения за этот сильный такой термин, он никогда, никто, никому, ничто не будет гарантировать, кто он по жизни. Это только в камерах спрашивают, да, ты кто по жизни. Но, вообще-то, этот вопрос каждый раз задает себе человек, потому что кем бы он ни был, вот интересно бы провести исследование, когда человек понимает, что он в чем-то талантлив. В 18 лет ему все говорят, ах, ах, Петечка, Сережечка, да, ты талантлив, что такое, ты можешь прыгать там в длину на 4 метра, и все, да, у человека нет больше ни музыки, ни науки, ничего остального, он идет прыгать до 32 лет в длину или там в высоту. А я смотрю, скажем, вот сегодня благодаря интернету, кстати говоря, я открываю для себя художница, стал художницей в 40 с лишним лет, там, в 50 лет, самый знаменитый гитарист Джанго, цыганского происхождения, стал играть на гитаре в 40 лет, и у него, по-моему, с пальцами еще была проблема, у него какого-то пальца не хватало. Юрий Евгеньевич, я прошу прощения, очень не хочется вас прерывать на полусловие, но на сегодня тоже все. Да, вот столь скоротечно, как это, время с толстяком бежит незаметно. Я сердечно благодарю вас, мне кажется, мы сегодня опять же какие-то важные вещи прояснили, но чтобы хоть как-то это увязать именно с концептом нашей программы «Просто о вере», я еще раз повторюсь, что вот все то, что мы сегодня проговорили, попробуйте посмотреть с точки зрения Евангелия, дорогие наши телезрители, что Христос вообще-то приходит и как раз освобождает человека и от кастовости, и от прописанных социумом ролей, и говорит человеку, что ты свободен. Это неоднократно подчеркивается в Евангелии. Придите к истине и истина освободит вас. Вот, мне кажется, на этом, дорогой Юрий Евгеньевич, мы можем с вами поставить точку для того, чтобы встретиться в следующий понедельник. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, присоединяйтесь в следующий понедельник к нам. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин